Смотрите, я этот шаблон создавала специальным образом, и у него есть волосы. То есть волосы можно включить и волосы можно выключить из видимости. И они созданы специально таким образом, чтобы можно было включить только заднюю часть волос, то есть вы рисуете костюм, и потом верхнюю часть волос, которая будет. Рисовать я буду вот этот вот великолепный наряд, но я не буду его прям повторять от и до. То есть я буду рисовать что-то похожее, что-то аналогичное. Моя цель не является капслей, то есть когда мы создаем полностью костюм героя. Моя цель по мотивам данного персонажа нарисовать костюм. Как я уже сказала, здесь мех, что достаточно интересный для работы. Мы сейчас будем пробовать его воспроизвести, его показать, сделать красивую накидку. И покажу вам, как с этим совсем работает. Они у меня расположены на разных слоях. Кто работал, тот знает, что такое слои, кто нет. Это надо учить. Есть слои в Adobe Illustrator, которые задействуются поэтапно, позволяют блокировать часть изображения. Я надеваю свои любимые очки. Я уже рассказывала про них. Кому интересно, это очки без диоктрий. Специальная разработка в Содоровском университете. Института. И благодаря этим очкам снижается давление на глаза. Идет некоторая фильтрация излучения. Так что, кто много работает за компьютером, с текстами, со всеми, рекомендуем. Рекомендуем. Итак, вот он наш с вами Adobe Illustrator. Яркость университетная. Очень красивая. Я могу. Вот. И сейчас мы будем рисовать платье. И рисовать, соответственно, вот эту меховуху. Что я сделаю первым делом? Уберу волосы. Они мне пока не нужны. Они не играют никакой роли. Я их всегда смогу вызвать. Как вы понимаете. Они у меня отрисованы. Так. Здесь мне понравилось очень платье. Оно у нас идет с узором. И, соответственно, сейчас вот это красивое платье мы и нарисуем на нашей девушке. Девушка у меня модельных пропорций. Здесь у меня 1 в 10. Соответственно, голова 10 раз умещается в росте. Платье с длинным рукавом. Соответственно, приталенное. Что здесь по воротнику, непонятно от слова совсем. Поэтому буду рисовать то, что считаю нужным. Рисунок в ладоке устателе в основном осуществляется за счет инструмента перо. Хоть с ним-то мы и будем работать. Так. Мне нужны образцы. Отлично. Возьмем черный цвет. И поехали. То есть у нас уже есть основа, с которой мы можем в дальнейшем работать. Это не технический эскиз. Соответственно, здесь допускаются разнообразные военности и художественные отступления. Платье у нас приталенное. Поэтому полимитание я сейчас сделаю членение. И еще одно отличие рисунка от руки. И смотрите, я могу рисовать и потом исправлять то, что у меня получилось не так, как мне нравится. Исправлять столько раз, сколько нужно. И это никогда не будет заметно. Там у нее шикарный пояс. Пояс мы нарисуем чуть позже. То есть чем-то это напоминает одевание девушки. Но на самом деле, это не просто одевание. Это именно будет рисунок. У меня здесь, видите, она тоже стоит у меня бедро из золота. Не совсем видно. Вот она. То есть она стоит у меня бедро из золота. У меня она из золота в другую сторону. Соответственно, в другую сторону буду сгибать. Сейчас цвет рисую просто, чтобы его было видно. Потом будем уже заливать. Потому что здесь очень красивая заливка. Так. Сделаем контур. Это риф. Да? Всем привет. Всем привет. 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 Кто у меня уже учился, кто видел, знает. Это иллюстратор. Сегодня делаем фэшн иллюстрацию в иллюстраторе. Показываю, рассказываю. Кто не знает программу, шанс познакомиться с ней. Ну, просто посмотреть, да, как это все работает. Кто уже знаком. Ну, я думаю, что какие-то интересные штучки для себя. Посмотрите. Так, вот я нарисовала силуэт. Теперь у меня будут рукава. Поскольку совсем непонятно по данной картинке, как там на самом деле находится данное платье, я его рисую так, как нравится мне. И, соответственно, просто приближаю. У меня не капслей. Клумативный. Это принцип вектора. Кстати, вы мне задавали вопрос, а если я работаю в фотошопе. В фотошопе все будет по-другому. Фотошоп это растровый редактор, который совершенно по-другому сюда не будет. Поэтому у вас не получится то же самое. Это рельефно на платье, которое очень красиво должно быть. Я их делаю отдельными объектами, чтобы они могли у меня заливаться отдельно. Есть такая панель, она называется обработка контуров. Она у меня открыта, мы сейчас ее разрежем. Вот смотрите, получился контур платья. Сделаем отделку теперь. Ничего подобного. Если есть вопросы, то давайте я буду их включать. Пока просто смотрите, у нас есть шаблон, мы используем данный шаблон и на его основе прорисовываем платье. При этом не совсем правильно сделать, что я его скопирую на отдельный слой, чтобы платье было на отдельном слой и с ним было удобно работать. Еще один из способ работы в Adobe Illustrator вы можете бесконечно приближать то, что вы делаете и смотреть, как это происходит. Вот оно платье, теперь я нарисую сверху пояс, героиня пояс. Я не обязана рисовать точно так же, мы просто по мотивам создаем. И это не технический эскиз, это художественный эскиз, позволяющий просто передать образ. Сначала нарисуем платье, потом я хочу на задумку нарисовать еще мягко. Добавил с ним и на задумку. Ну, а то, что я пока не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Так, вы не обращаете внимание, что он прозрачный, я в любой момент могу сделать на леплопе царифу на раз, и оно у меня завелось на протяжении. Сейчас просто рисуем контуры. Так, и нарисовали мы платье снова, а сейчас я потом создам под него такой же принт, или мы можем отсюда вытащить. Я вам покажу пример заливки реальными тканями, у меня есть фотография. Мы сейчас из нее вытащим рапорт, и этой же ткани прям зальем. Это хороший показатель того, как можно работать с иллюстратором, смотреть у меня заливка. Я вам отдельно потом буду показывать, как делать принты. Я уже показывала это, но не буду еще раз показывать. Описи уже есть, мы сейчас вытащим оттуда рапорт, и этим рапортом загнем платье, т.е. у нас будет прям отсюда реальная заливка ткани. 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 Бешеным. Я знаю, что это смотрится менее динамично, относительно того, что рисовала Sony, но это будет работа в программе. как вот оно смотрится. Так, произойдет все, у нас получился дешевый привит. Дальше всего. Подницу. Возьми. Назад. Возьми. Возьми. Смотрим, что у нас получилось. Да, у нас получилась такая вот красивая заведочка. Поэтому у нее сейчас можно будет поменять масштаб и приехали вместе. Так, здесь у нас с вами пояс кожи. Можно для создания этого эффекта кожности сделать градиент. Есть палитра градиент. Сейчас я имею в виду. Я имею в виду. И для объема можно еще немного десяти создать. Я имею в виду. Так. Вот смотрите, получилось тень. И вот сюда еще кусочек тоже нанесуем. Будет ощущение объема. Так. Теперь сверху у нас там поясочек должно быть. Нанесуем сверху пояс. И у него там очень красивый пряжечка. Сейчас еще сделаем пряжечку. И мы можем сделать светлый цвет контуром. За счет этого он и выделится. Пустого там. Вот. Пустого лучше видно. Сейчас мы сделаем красивую пряжечку. Нашло еще одно изменение. В общем, есть некоторые изменения относительно версии 18 и 19. Я сделала тогда обзор. Не расскажу, что там поменялось. Потому что некоторые инструменты действительно предизменились. Вот. Сейчас мы... Ага, не совсем видно. Но там можно будет смотреть. Смотри. Я взяла вот такую пряжечку. Теперь смотрите. Здесь есть такая фишка, что получилось. Она как будто сверху одета. А хочется, чтобы она у меня туда входила. Есть инструмент ножек. А вот они его убрали. Сколько инструментов? Убираю. Убираю новую версию. Аудио и выбраешься. Ну, они. Вот так. Чтобы было ощущение, что оно застегнуто. Вот у меня получилось, смотрите, платье. Остегнуто. При этом я могу сейчас изменить масштаб. Вот. Для того, чтобы... ... 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 Я специально дробила ее, чтобы она была под кусочком, и поменять же масштаб, чтобы его наклонить. Это делается при помощи инструмента «Поворот». Вот смотрите, сейчас я буду поворачивать, вот видите, крутится. То есть, когда у вас наклонна ткани, можно все передать. Я показываю сейчас именно те моменты, которые здорово отличаются от рисунка от руки, чтобы вы понимали, в чем будет прелесть составить эскизов именно в иллюстраторе. И вот здесь тоже можно поменять направление. Именно вот на этом кусочке. То есть, детальненько, аккуратненько вы можете менять все направления, чтобы они идеально подходили вам в эскизов. Мало того, что совсем реалистичнее. Вот у нас, смотрите, получилось платье. Если я сейчас включу свои, вот эти. У меня получилось, что вот они волосы, они нигде с двух сторон. Могу вот так и сделать, и они лягут поверх. Так что я могу менять наставление, и за счет этого будет создаваться полная иллюзия. Все, платье мы нарисовали, у него есть поиск. И теперь я буду сверху рисовать отдельно на колонию такую накидку. Это какой-то очень интересный момент. Вот она уже есть. В принципе, платье, ну, достаточно интересное, его можно и в таком виде оставить. И, ну, даже адресовать потом полностью эскиз, если не пошить. Я считаю, что оно вполне неправное существование. А можно немножко его укоротить, немножко помнить линии. И здесь опять же модельные рапорты. Теперь сверху нарисуем большой шикарный половоротник. И к нему порисуем... Можно плач полностью сделать, а можно не сделать. Сейчас посмотрим, как оно будет точно. Опять убираю волосы. Да, вот их нету. Вот. И поверх создаю новый слой. И буду рисовать. Так лучше. Смотрите. А я еще раз повторяюсь. Я параллельно с тем, что пишу сейчас соответственно с телефоном, я еще пишу скриншот экрана. И когда буду выкладывать в IGTV, то есть эфир будет сохранен непосредственно, ну, как бы вот как есть. А на IGTV я буду выкладывать уже непосредственно запись с экрана. Там будут более яркие, более качественные цвета. То есть я выложу потом это на YouTube. То есть сможете это посмотреть. Так что не переживайте. Сейчас есть возможность просто в живом времени задать какие-то вопросы. Я буду отвечать на вопросы. У меня вот такая вот меховуха героиня. И я показала, что можно создавать полностью имитацию такой же ткани. То есть как видите у меня героиня. У нее прекрасное платье получается в такой вот принте. И мое платье, которое я уже отрисовала, получилось в таком же принте. Я тоже нарисовала свой пояс. Еще раз говорю, что такое. А вот. И я рисую аналог. Я не знаю конкретно, как у меня сделаны рукава, как что. Я сейчас просто нарисовала то, как это вижу я. И опять же я говорю, что у меня там волосы можно включить, выключить. Вот она туда-сюда ее можно делать. Потому что это иллюстратор. Он позволяет этот момент меховуха. Поехали. Есть несколько способов рисования меха. Я хочу, чтобы это был у нее такой воротник. Пушистый. мех. Зарисовала сейчас контура. Сейчас мы зальем градиентом. Градиенты. Подтенки нейтральные. Развините. Что вам подойдет. Давайте посмотрим нейтральные. Теперь, что я буду делать. Есть такая хитрая функция, которая позволит мне сделать прям меховой контур. Заходим эффект. Сказать. И трансформировать. И здесь мне нужно обругление. Ставим гладкие и предпросмотр. Смотрите, видите, новые контуры появляются. Я могу их, соответственно, контролировать и увеличить и уменьшать. Вот они гладкие. Вот они. Угловые они имеются. Мне нужны угловые, чтобы создавалось ощущение такого меха. То есть программа мне сама рисует вот этот вот зигзаг. Оно у нас создалось. Теперь я сейчас переведу градиент в радиальный. Идем на градиент. Оно у нас покажу. Оно у нас вот. Оно у нас. Оно говорит нейтр. Щас поймем. Немножко почистим его. Сейчас сделаем одну интересную штучку. Смотрите, мы сделаем фото несколько раз, чтобы у меня получился маховой эффект. Поскольку это маха, я сделаю тоненьким-тоненьким контуром, чтобы она наслаивалась постоянно и было ощущение маха. Так, еще раз. Восемь. 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 Еще раз. Еще. Еще. Так. Мы сделаем небольшое смещение и дадим эффект прозрачности. При этом через один я сделаю градиент линейный. Это собьет эту полосу. Он будет тогда вылитый. Это можно отрезать так, а можно просто взять и применить заливку махом. Как вам нравится. Я думаю, что следует еще больше исказить, чтобы было ощущение маха. Эффект. Исказитель трансформировать. Огробление. Просмотр. Вот он под мах пошел. И еще раз. Вот такая штука получается. Можно немножечко ее. Копировать. Я так поверну, чтобы не было ощущения. Сюда создать градиент. То же самое сделаем со второй. Получилась такая полноценная имитация маха. Можно добавить туда коричневатого оттенка. Сейчас мы посмотрим, как он оттенит героиня. А более контрастный. Соответственно, я могу сделать контраст. Делается достаточно просто. Для того же менее когда он найдет черед reformа, тескansen. Получилось DIFFER Ed. Воеврец. Став morte. Блок méda. Затем два. Продолжение следует. И еще раз. Блок Махас. Вaper프 trackского. Вы головы Embл menos синку. Не morale. Хорошо. Вы может разве走. Вот в нижнем слое тоже добавим более темных оттенков. Вот такая вот нехорошка. То есть это вот один вариант, да, рисунка. Второй вариант я могу сделать по-другому. Может быть оно даже будет смотреться более естественно. То есть если у вас нет, то вы можете сделать таким способом. Если же у вас есть фотография меха, и у меня был такой случай, мы работали с фабрикой, разрабатывали дизайн дубленок, и нам присылали просто фотографии образцов меха, какие должны быть действия для соответствия данного сортина. Ну, мы, естественно, используем прям фотографии. Собираем. Получилось такой вот пульс. Создание эффекта меха. Можно его сейчас уменьшить. Немножко помню за птенок. Можно выбрать тот или нет. Другой вариант, который мне нравится. Я сейчас выберу другой художественный вариант, какой здесь я делала. Мне больше понравился. Сейчас мы создадим еще несколько копий. Так. Создание эффекта меха. Сейчас я немножко скопирую. Уберу здесь сейчас кредит. Такими проблемами у меня получились штуки. вставляем огонь. И вот так вот. Теперь мне нужно сделать серебряное кольцо. но чайка У меня есть такое задание, очень похожее на курсы. Оно называется «Близкие кольца», и там уже все нужно делать, что у нас там еще есть. У нас цепочка продернута. Как нарисовать цепочку? Для этого можно создать кисть, которая будет имитировать цвет. Есть такой момент, что нельзя создать кисть, если это градиент. Соответственно, нам нужно будет градиент распустить. Она будет на градиенте. Вот здесь я создаю. Теперь вместо градиента создаю однотонный цвет. Скажем серенький. Вот так. А теперь создаю многострельский нерапорт кисти. Очень похоже, что создается нерапорт зарядки, только это будет кисть. Сейчас сделаем цепочку. Немножко выцеливаем. Открываем кисточки. Перенесем зубчатую кисть. И рисуем просто обычную линию. Как идет вот эта цепь. Она здесь красиво так и завевается. Трепется. И спадает вот так вниз. Выкрощаем виденье. Удавляем ее. Удавляем ее. Удавляем, что она будет у нас цепочкой. Немножко поздновато. Вот у нас получилась такая цепь. Свет. Думаю, что можно ее сделать светлее. В данном случае она будет художественнее. Получается лучше. Свет. 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 Вот она комплектированная цепочки у нас идет. И нам осталось еще плащ нарисовать. Плащ будем нарисовать уже два этапа. Один из этапа я нарисую плащ сзади, пусть он будет туда как-то не спадать и сзади фигуры нет цвета. Здесь его будет плохо видно, но он также будет сзади закрепляться. Вот видите, темный туда ушел, он сзади фигуры. А второй вариант я буду рисовать уже поверх платья. Это вот зачем нужны свои, то есть я каким образом размещаю их относительно друг друга. И уже вот отсюда пойдет у меня склад. Кстати, я вот не совсем правильно разместила, но видите, рука улетела. сейчас мы руку повернем. Так, и на вторую руку тоже самое. Здесь мой плащ не распадает и немножечко перекрывает платье. Так, нам нужно сейчас плащ убрать под фигуру. Видите, рука появилась. И теперь мы можем здесь нарисовать складки. Складки я буду рисовать для меня. Сейчас зададим тебе контур, чтобы она у нас все выделялась. контур, да, серый. Видите, пошла складочка. Заливки нам не нужны. Вот так вот. И еще мы нарисуем. Вот так вот. И еще мы нарисуем. Складками. Складками. Здесь сейчас еще одну покажу. Так. Залилось цветным цвет нам не нужен. Складки сейчас все выберу. И сделаю более тонкими, чтобы они уходили немножко внутрь. И было понятно, что это внутренняя часть складочек. Вот. Вот. Немножко мы тут ушли. И сейчас вторую точно так же сделаем. Включаем волосы. Прошло время посмотреть, что у нас получилось. Включаем волосы. У нас получился полноценный эскиз. Сделано платье, притом с фактурой, с текстурой ткани. Сделаем ремень. Передняя цепочка. Нарисован мех. Волосы. 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 Волосы.